ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вот радость-то не правда ли? Ну да ладно, давайте по патчноуту пройдем по порядку. Тем более, что он так грамотно составлен, знаете, типа, вам какую сначала новость, плохую или хорошую? Все же говорят, что сначала давайте плохую, а потом хорошая типа сгладит и будет не так обломно. Ну так вот, плохая новость. Изменения машины Т-90МС признаны ошибочными и поэтому информация отсутствовала в патчноуте. Можно считать, что изменение бронирования баг. Машина будет со временем изменена, но иначе. Кто не понял, речь идет о нижнем листе, который почему-то перестал пробиваться в последнем патче. Я сам, честно говоря, не проверял, но информация о том, что теперь МС-ка пробивается в нижний лист, как и прежде, уже поступает. Ну и, собственно, хорошую новость тоже видно сразу. Добавили таки в игру систему камуфляжа и теперь ты, мой юный друг, сможешь раскрасить свой танчик в разные цвета и завязать на стволе большой красный бантик. В меню покупки камуфляжей выяснилось, что камуфляж можно купить навсегда, при этом за кредиты, а не только за золото. Насколько я помню, в моей любимой картохе навсегда за кредиты покупать нельзя. На недельку, на месяц, да, навсегда нет, но, впрочем, можно покупать постоянно на месяц, потому что, ну, типа, за месяц надоест и в новый цвет покрасишь. Большинство камуфляжей пиксельные, кроме разве что полос, то есть, ну, такая нынче армейская мода на пиксельные формы, на пиксельный, видимо, и камуфляж. Гибкие настройки, такие как размер или смещение рисунка, насколько я вижу, пока что отсутствуют, ну, и не знаю, будут ли они вообще когда-нибудь. Но, все-таки, какое-никакое, но разнообразие. Так что игроки на отечественной технике, наконец-то, перестанут выглядеть выходцами из инкубатора. Далее идет печальная информация о нерфе командиров, однако она с вчерашнего дня стала немножко более благоприятной, потому что вчера нерв был жестче, сегодня они посмотрели, посчитали и сменили гнев на милость. Значит, время перезарядки от скилла у Руденко и Мирамона теперь 6% вчера было, 5%, ну, 1% погода не делается, зато праздник у тех, кто юзает Воропаева. В общем-то, у Воропаева, ну, здесь на ПТС-ке показывает 10%, но на самом деле товарищество будет давать 4% к умениям экипажа. А вчера они собирались резануть до 2,5% экипажа, но это, видимо, связано с ПЗ 2000, у которых 2 заряжающих, и в сумме они будут давать 5%, но это, конечно, ни о чем. Поэтому, ни о чем в смысле, потому что у остальных, у танков-то один заряжающий, поэтому они решили ставить 4%. Ну, а теперь, собственно, будет выбор жестче между Руденко, Мирамоном и Воропаевым, ну, из-за 2% в плане перезарядки и скорости прицеливания именно, то есть, насколько некоторые люди посчитают это важным, важным параметром, но, в общем-то, Воропаев теряет 6%, 6% навык экипажа, и это, это на руку советской техники, потому что у советской-то техники заряжающего не было, и Воропаева там можно было не юзать, поэтому, ну, но и советской техники, собственно, командиров Руденко и Мирамона порезали, так что все, в принципе, должно быть более-менее, как бы, балансно. Если бы вот зарезали только Воропаева, вот тогда была бы жопа, потому что дальше идут новости о том, что советскую технику люто апнули. Ну, еще есть, кстати, информация по поводу нерфа некоторого оборудования, но там все сейчас пока настолько туманно и неясно, что пока об этом даже говорить смысла нету, то есть они то собираются резать всякие кондиционеры, то не собираются, насколько, опять-таки, непонятно, то есть, ну, все, все эти новости по поводу тестового сервера, это пока так, вода на водяную мельницу, потому что, ну, до момента выхода патча на основной клиент, то есть, все еще могут поменять. А то некоторые так перепугались от информации про нерв командиров, что прям, я не знаю. Кстати, активный скилл Воропаева за рикошет тоже порежут, а оппонент этого вдвое. Но зато ненавистники арты могут радоваться. Пазик в топовой комплектации будет перезаряжать барабан примерно за 12 секунд, паладин будет перезаряжаться за 9. Также из плюсов снова в строй вернется карта реактор. Переходим к изменению техники. Б1 драка. Количество снарядов в ленте увеличено на треть. Возимый боемприпас увеличен на треть. Ведь бронепробивание начальной бронебойной ленты увеличено с 293 до 331. Улучшенные бронебойной ленты аж до 348. Апнули. То есть, плюс 40 миллиметров к пробитию. А, БМПТ тоже круто апнули. Запас прочности увеличен на 240 единиц. Время перезарядки птуров снижено на 4 секунды. Бронепробитие ленты увеличено со 177 до 201 миллиметра. Увеличение разброса при движении понижено с 0.25 до 0.2 просто. Увеличение разброса при повороте также снижено. Ну, кто там будет считать эти секунды до миллиметра. М2 Брэдли также изменился в лучшую сторону. Урон начальной ленты увеличен на 4 единицы. Улучшенная лента увеличена еще на 4 единицы. И, короче, там везде все на пару единиц, как я смотрю, увеличили. Долго перечислять. Микро апнули, короче говоря. Ну, видимо, он ненамного отставал от всех своих собратьев, поэтому его ненамного и апнули. Лавка 600-я изменилась также в лучшую сторону. Скорость прицеливания увеличена на 0.4, на 0.4 секунды. Минимальный разброс при полном сведении снижен. Круг разброса при максимальном сведении уменьшен. Время перезарядка снижена на 0.6 секунды. Далее в нашей программе хит-парад апа советской техники, начиная с Т-64. Т-64, запас прочности которой увеличен аж на 90 и дальность обзора на целых 10 метров. Газету наводчик, глядя в бинокль, по-прежнему читать, скорее всего, не сможет. А вот заметить какой-нибудь танк... Хотя, думаю, и танк заметить тоже не сможет. Также в почтноуте есть танк Т-64А. Но я что-то его в игре пока не видел ни разу. Возможно, я в шары долблюсь. А может, его просто попозже подвезут хрену узнать, что это за машина. Т-72, запас прочности увеличен на 140 единиц. Дальность обзора также на 10 метров. Рахитичную телегу, обвешанную динамической броней, апнули немножко посерьезнее. Запас прочности увеличен на 195 единиц. Также 10 метров к обзору. Перезарядка бронебойного снаряда на полсекунды быстрее. И аж на целых 3 секунды будут быстрее перезаряжаться птуры. А вот с Т-80 никаких чудес особо не случилось. Я надеялся, что он начнет разгоняться как-то побыстрее, ибо газотурбинный же, ёпты. Однако, ап ограничился прибавкой 120 единиц к прочности. На 0,3 секунды будут быстрее перезаряжаться бронебойные снаряды. Ну и примерно настолько же птуры. Даже 10 метров к обзору почему-то не добавили. Еще меньше был апнут Т-90. Ему прибавили 95 единиц прочности. Лучше бы бензин 95 в него залили. Ну и птуры будут перезаряжаться быстрее на 0,6 секунды. В общем-то, учитывая ап советской техники и нерф Воропаева, который юзали все остальные танки мира, можно сказать, что советская ветка теперь воспрянет духом. Кроме, конечно, Т-90МС, который ввиду дырявого лба будет всем делать мощный сосач. А особенно он будет делать мощный сосач Леопарду 2А6, которого также решили дико апнуть, добавив ему 135 единиц прочности. Птуры будут перезаряжаться в два раза быстрее. Скорость прицеливания снижена практически на полсекунды. Разброс при движении прямо в сторону, назад и повороте башни, а также корпуса будет уменьшен. Кроме этого, есть инфа, что еще Паттон апнули, но кого это шелупонь волнует. Также заодно апнули советскую Акацию, уменьшив время перезарядки на 2 секунды и время прицеливания на полсекунды. Вот, в общем-то, и вся краткая соводка предстоящего патча. Напомню, что все эти параметры перед выходом обновления еще могут поменяться. Ванить по поводу нерфа командиров особо смысла нет. То все находятся в абсолютно равных условиях. Все станут чуть менее скорострельны, но вследствие чего все станут более живучи. Ведь враги по вам будут стрелять так же менее скорострельно, как и вы по ним. Ну и поздравляю всех обладателей отечественной техники с этим апом. Владимир Владимирович одобряет. Кроме, конечно, обладателей Т-90МС, которые жестко обломаются. Я уверен, что Владимир Владимирович негодует по этому поводу. Ну что тут скажешь, терпите, надейтесь на армату. Продолжение следует... Продолжение следует...